Отлично. Тема нашей сегодняшней лекции будет оценка систолической и биостолической функции левого желудочка. И чтобы подойти к изучению качественных и количественных вопросов оценки систолической функции левого желудочка, давайте мы сначала вспомним строение самой сердечной стенки и механику его сокращения. На макроскопическом уровне можно выделить три различных слоя сердечной стенки. Это поверхностный, средний и внутренний слой. Эпикард – это самый внешний слой сердечной стенки. И на самом деле это просто другое название – висцерального слоя перикарда. Таким образом, эпикард представляет собой тонкий слой серозной оболочки, который помогает защищать внешнюю часть сердца. Ниже эпикарда находится второй слой, более толстый слой сердечной стенки миокард. Это мышечный слой, который ответственен за перекачку крови. Под миокардом находится тонкий слой эндокарда. Эндокард очень гладкий и отвечает за предотвращение прилипания крови к внутренней части сердца и образованию тромба. Толщина сердечной стенки различна в разных участках сердца. Например, при сердце сердце имеет очень тонкий миокард, потому что им не нужно перекачивать кровь очень далеко, только в ближайшие желудочки. Желудочки, с другой стороны, имеют более толстый мышечный слой, чтобы перекачивать кровь в легкие или по всему телу. То есть в стенках правого желудочка толщина миокарда меньше, чем в левом, потому что левому желудочку приходится перекачивать кровь всему телу, в то время как в правой стороне приходится перекачивать кровь только в легкие. В свою очередь мышечный слой сердечной стенки миокард состоит из мышечных волокон субэндокардиального, среднего и субэпикардиального слоев. И волокна этих слоев в комплексе имеют вот такое спиралевидное направление. Волокна среднего слоя ориентированы циркулярно, то есть по окружности. Сокращение этих волокон в основном способствует укорочению желудочка по короткой оси, то есть уменьшению его поперечного размера, что играет основную роль в создании ударного объема. Продольно ориентированные волокна субэндокардиального и субэпикардиального слоев способствуют сокращению желудочков по длинной оси и вносят свой вклад в создание ударного объема. Помимо еще сокращения по короткой и длинной оси, во время систолы верхушка левого желудочка вращается против часовой стрелки, а основание левого желудочка по часовой стрелке, если смотреть со стороны верхушки. И такое скручивание левого желудочка и укорочение волокон влияет на сократительную способность миокарда. И в соответствии с укорочением, скручиванием, утолщением стенки левого желудочка способствует изменению объема его полости и созданием ударного объема, то есть того количества крови, которое выбрасывает левый желудочек при каждом его сокращении. На укорочение и утолщение влияют такие факторы, как преднагрузка, постнагрузка, сократимость, геометрия левого желудочка и частота сердечных сокращений. Оценка систолической функции левого желудочка – это на самом деле не просто расчет параметров гемодинамики по какой-то одной формуле. Это комплексный подход к анализу ряда эхокардиографических показателей. И основные показатели, отражающие эффективную систолическую функцию – это, во-первых, ударный объем, который представляет собой объем крови, изгоняемый левым желудочком во время каждого сердечного цикла. То есть это результирующий показатель всех факторов, влияющий на сократимость левого желудочка. В норме ударный объем составляет от 70 до 100 мл. Ударный объем может быть превращен в минутный объем путем умножения на частоту сердечных сокращений. То есть это то количество крови, которое выбрасывает левый желудочек за 1 минуту. В норме составляет от 4 до 8 литров в минуту. Ударный объем – это довольно-таки вариабельный показатель и зависит, например, от таких факторов, как частоты сердечных сокращений. А вот минутный объем – это, да, величина уже довольно постоянно устойчивая. Сердечный индекс представляет собой отношение минутного объема крови к площади поверхности тела. В норме он составляет от 2,5 до 4 литров в минуту на квадратный метр. И наиболее широко используемым и принятым кардиографическим параметром оценки систолической функции левого желудочка является фракция выброса, определяемая как отношение ударного объема к конечнодиастолическому объему левого желудочка. И этот параметр является одним из наиболее часто используемых критериев у пациента с сердечной недостаточностью. И включен в все клинические рекомендации. Какими же способами мы можем рассчитать ударный объем? При условии отсутствия какой-либо клапанной регургитации ударный объем можно рассчитать как разницу между конечнодиастолическим объемом левого желудочка и конечнодиастолическим объемом левого желудочка, измеренным по методу Симпсон. При наличии метральной регургитации для определения ударного объема в выходном тракте левого желудочка из полученной разности нам необходимо вычесть объем метральной регургитации, который уходит обратно в левое предсердие. И в этом случае мы рассчитываем ударный объем как произведение площади сечения выходного тракта левого желудочка и интеграла дневной скорости кровотока в выходном тракте левого желудочка. Чтобы оценить ударный выброс доплеровским методом, мы должны измерить сначала диаметр выходного тракта левого желудочка. Для этого мы выводим простернальную длинную ось левого желудочка, делаем режим увеличения изображения, выводим увеличенное изображение выходного тракта, фрезуем картинку, то есть замораживаем ее, находим первый кадр после максимального систолического открытия створока артального клапана и производим уже измерение диаметра выходного тракта левого желудочка. И уже это значение автоматически запоминается аппаратом. Далее мы переходим в опекальную пятикамерную позицию с выходным трактом левого желудочка, ставим контрольный объем в выходной тракт левого желудочка, это примерно в 50 мм над створками артального клапана, и переходим в выбросно-волновой режим и получаем дуплеровскую кривую кровотоков из выходного тракта левого желудочка. Акантрируем его, и аппарат нам автоматически выдает значение ударного выброса. И вот теперь давайте рассмотрим, почему же при одинаковых равных условиях нагрузки у разных людей, у кого-то лучше растет ударный выброс, у кого-то хуже, для этого нужно знать механизмы, обеспечивающие адекватный ударный выброс и минутный объем. Это сократимость и растяжимость, то есть диастолическая функция, о которой мы поговорим чуть-чуть попозже. И систолическая функция сердца. Что же у нас, если говорить о сократимости, то нам нужно оценить силу сердечной мышцы, которая зависит от степени укорочения волокна, скорости укорочения мышечного волокна, и причем определить ее каким-то косвенным путем, выразить ее каким-то количественным показателем. И практических методов для оценки сократительной функции сердечной мышцы достаточно много, но для нас все они сконцентрированы в рекомендациях по оценке сердечных камер, которые были сначала выпущены в 2005 году, потом обновлены в 2015 году. Из всего множества различных методик здесь собраны те, которые являются самыми, на самом деле, необходимыми и современными на сегодняшний день. И вот наиболее известная из них, и чаще всего применяемая в рутинной практике, это оценка фракции выброса по методу Симпсона. Рекомендуется оценивать фракцию левого желудочка в двухмерном режиме с помощью модифицированного метода диска Симпсона, получая объемы левого желудочка из опекальных четырехкамерных и двухкамерных позиций. Фракция выброса представляет собой вот такую формулу, где в скобках это ударный объем по отношению к тому, что уже было в желудочке. То есть это тот процент крови, который левый желудочек из себя выбросил во время Симпсона. В этом методе левый желудочек описывается как такой некий объект, состоящий из 20 дисков, расположенных последовательно от основания к верхушке левого желудочка, наподобие стопки монет, которые уменьшаются в диаметре постепенно. И программное обеспечение производит расчет объема каждого диска, после чего полученные объемы суммируются для получения общего объема. И как мы на практике это делаем? Для начала нам нужно вывести опекальную четырехкамерную позицию левого желудочка. При этом нам нужно отследить, чтобы верхушка левого желудочка у нас не срезалась. В противном же случае мы получим некорректную оценку объемов. Далее мы сначала получаем конечный диастолический объем левого желудочка, путем оконтуривания границ эндокарда в диастолу. А потом получаем конечный систолический объем, фазу систолы. И аппарат нам уже автоматически выдает наряду с фракцией выброса и другой показатель из речной генодинамики, такие как ударный объем, минутный объем, если у нас есть синхронизация с ЭКГ и так далее. Если у нас нет нарушения локальной сократимости левого желудочка, то нам в принципе достаточно определить фракцию выброса и объемы левого желудочка только из четырехкамерной позиции. Но если же у пациента есть зоны нарушения локальной сократимости, то в этом случае нам необходимо провести все те же самые измерения, но уже и из двухкамерной позиции. Аппарат сам суммирует объемы из этих двух ортогональных позиций. И выдаст нам среднее значение фракции выброса по двум позициям. Ограничение этой методы – это, конечно же, визуализация. Нам нужно произвести оконтривание не самой стенки сердца, а именно эндокарда. И вот, конечно, от визуализации много что зависит. Здесь представлены нормативы фракции выброса как для женщин, так и для мужчин. Если с помощью фракции выброса мы оцениваем глобальную систолическую функцию левого желудочка, то локальную мы оцениваем уже визуально. И для принятия каких-то клинических решений важна точная анатомическая локализация регионального нарушения генетики стенок левого желудочка, особенно для определения, вероятно, пораженной коронарной артерии и для оценки эффекта терапии. Мы в своей практике используем 17-сегментную классификацию. Она основана на делении левого желудочка на пекальные, средние и базальные сегменты. Базальные и средние сегменты содержат по 6 сегментов каждая, а пекальные содержат, будучи наименьше по площади, состоят из 4-х сегментов. Верхушка является последним отдельным сегментом. Для полноценной оценки всех 17 сегментов нам необходимо получить четырехкамерную позицию, там, где мы оцениваем переднюю боковую стенку, межелудочку, перегородку, отдельную верхушку, двухкамерную позицию, где оценивается передняя стенка, нижняя стенка, и позицию по длинной оси, там, где мы оцениваем переднюю перегородочную и нижнюю боковую стенки. Еще одним достаточно важным аспектом, особенно для пациентов с коронарной болезнью сердца, является то, что сегменты обычно можно классифицировать по зонам коронарного кровоснабжения. Хотя из-за некой вариабельности коронарной системы это деление не всегда надежно. Например, так называемый левый, правый тип кровоснабжения сердца, соответствующим снабжением нижней части, часто так же задней стенок. Или различная длина передней межелудочковой ветви с соответствующим разным кровоснабжением нижнего пекального сегмента и так далее. Миокарта левой желудочкой снабжается кровью с помощью передней межелудочковой ветви левой коронарной артерии, огибающей ветвью левой коронарной артерии и правой коронарной артерии. И в таком неком первом приближении можно считать, что передняя межелудочковая артерия питает кровью все сегменты верхушки. Сердце, кроме бокового, а также передний септальный и передние сегменты на базальном и медиальном уровнях. Огибающая ветвь кровоснажает боковой опекальный сегмент, а также переднебоковые и заднебоковые базальные и средние сегменты. А правая коронарная, она отвечает за снабжение кровью на задних септальных и задних сегментов на средних и базальных уровнях. Но в зависимости от индивидуальных особенностей коронарной анатомии распределение этих сегментов между коронарными артериями она может на самом деле существенно варьировать. Кроме всего прочего, мы должны еще определить кроме определения локализации, нарушения локальной сократимости миокарда, мы должны еще указать и степень ее нарушения, которая традиционно основана на регистрации характера и амплитуды движения миокарда, а также степень его систолического утолщения. И различают несколько видов нарушений локальной систолической функции. Это акинез, отсутствие сокращения ограниченной области сердечной мышцы, гипокинез, выраженное локальное уменьшение степени сокращения, и дискинез, это парадоксальное расширение выбухания ограниченного участка сердечной мышцы во время систолы. Далее мы сейчас поговорим с вами немножко о методиках, которые нам также помогут количественно оценить систолическую функцию левого желудочка, так называемая тканевая эхокардиография. Изначально она была доплеровская, затем появился новый метод, это не доплеровская тканевая эхокардиография, это уголнезависимая, в отличие от доплеровской тканевой эхокардиографии методика, и которая на самом деле оказалась более чувствительным и точным методом, количественной диагностики, контрактильной функции сердца. Если рассматривать тканевую доплерографию, то этот метод основан на эффекте доплера, и с помощью него можно количественно оценить не только систолическую, но и диастолическую функцию сердца. Существует несколько модальностей тканевой доплерографии, это импульсно-волновая доплерография и цветовая тканевая доплерография. Импульсно-волновая доплерография, она используется для измерения пиковых скоростей миокарды, она особенно хорошо подходит для измерения продольной деформации желудочков ввиду параллельности ориентации эндокардиальных полотон ультразакового лучево-пекальных позиций. И регистрация движения фиброзных колец от ревентрикулярных клапанов является наиболее простой процедурой по сравнению с регистрацией движения различных сегментов миокарда. Это чем объясняется? Это объясняется большей скоростью амплитуды их движений и четкостью их тонических ориентиров по сравнению с сегментами миокарда. Что мы получаем на графике тканевого пирографии? Мы получаем три пика. Это один систолический, который выше базовой линии, он отражает сокращение миокарда в систолу. И два диастолических пика. Первый пик – это Е-штрих, который соответствует ранней диастолической скорости релаксации миокарда. И второй пик – это скорость миокарда, связанная с позднесистолическим сокращением предсердия. И вот эти скорости, систолические скорости движения фиброзного кольца от ревентрикулярных клапанов и амплитуды их движений, они достаточно хорошо коррелируют с глобальной сократимостью желудочков. И именно с помощью импульсно-волновой дублиографии мы измеряем максимальную скорость продольного сокращения миокарда. То есть мы оцениваем глобальную систолическую функцию. Недостатком этого метода является, что мы не можем анализировать движение сразу нескольких участков миокарда одновременно. И последовательный переход от одного исследуемого сегмента к другому занимает довольно много времени, что делает этот режим малоприменимым, например, при стресс-экокардиографии. Для получения более полной информации рекомендуется проведение тканевой дублиографии в режиме цветового кортирования миокарда. В этом режиме на двухмерное изображение накладывается сектор, внутри которого каждая точка окрашивается соответствующим цветом. В зависимости от направления и скорости ее движения и объекта, который движется в сторону датчика, окрашивается красным цветом, движущийся от датчика в синий цвет и более яркие оттенки соответствуют более высоким скоростям движения. И при дальнейшей компьютерной обработке уже сохраненного изображения можно получить стандартный датчика гидрографический график в любой точке цветного сектора и измерить в этой точке соответствующей скорости. И теперь мы рассмотрим еще одну методику, которая нам помогает количественно уже оценить систолическую сольевую желудочку – это деформация. Деформацию определяет как относительное изменение длины или толщины миокарда левого желудочка по отношению к его исходной длине и толщине и выражается все это в процентах. В клинической практике наиболее широко используют измерения продольной деформации. Эта методика основана на технологии спеклтрекинг, которая анализирует движение так называемых спеклов, черных или белых пятен, которые возникают в результате взаимодействия ультразвука с тканью миокарда. И уже специализированное программное обеспечение способно идентифицировать спеклы и отслеживать их кадр за кадром в течение всего сердечного цикла, определяя расстояние и скорость, с которым это пятно перемещается. И по движению спеклов уже получают данные о деформации миокарда в различных направлениях – удлинение, укорочение, утолщение. И программа автоматически делит миокард на сегменты и в каждом сегменте ставит процент, насколько он деформируется. Норма процента деформации более 16. И для удобства восприятия результаты глобальной продольной деформации отображаются в виде вот такой диаграммы, называемой бычий глаз, которая показывает отдельные сегменты миокарда с относительными значениями деформации, скорости деформации и отношению времени до пиковой скорости деформации. И чаще всего применяются 17-сегментные модели. В центре изображения будут верхушечные сегменты, по периферии базальные, а между ними средние сегменты. И более насыщенный красный цвет соответствует нормальной сохранной деформации, более бледный, сниженный, голубой цвет. Положительная деформация, что означает дискинез. То есть в систоле происходит не укорочение, как это нормально, а удлинение волокон. И опять-таки ограничением этого метода является визуализация, потому что при плохой визуализации программа не сможет следить спеклы и движение вот этих спеклов, и выдаст неадекватные значения. И вот как пример важности клинического значения продольной деформации левого желудочка с помощью вот этой программы, визуально и при оценке фракции выброса методом Симпсона, фракция была нормальная, то есть больше 55. Что мы видим? Видим выраженное утолщение стенок левого желудочка. И при анализе деформации мы увидели, что деформация снижена в тех сегментах, где более гипертрофирует миокард. То есть если визуально мы бы не сказали, что есть какие-то проблемы локальные сокративности, то при оценке деформации мы можем судить, что в месте наиболее гипертрофированного миокарда есть все-таки относительное снижение систолической функции. И от систолической функции. Давайте уже перейдем к диастолической функции левого желудочка. Диастола – это часть сердечного цикла от момента закрытия ортального клапана до закрытия митрального клапана. Диастолическая функция – это способность левого желудочка к адекватному наполнению для обеспечения соответствующего ударного объема без превышения определенных пределов давления. Это активный процесс, на который затрачивается на самом деле энергия больше, чем на систол. Поэтому, как правило, происходит сначала нарушение диастолической функции, а потом уже систолической. Диастолическая дисфункция может быть первым проявлением при различных заболеваниях сердца. Она может определять тяжесть заболевания. Динамика степени диастолической дисфункции может являться критерием эффективности проводимого лечения. И наличие диастолической дисфункции и ее степень определяют прогноз болезни. По этиологии, что может приводить к появлению диастолической дисфункции? Это сама ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердия, артериальная гипертензия, кардиомиопатия, клапанные патологии, само трансплантированное сердце, различные атриовентрикулярные блокады и наличие электрокардиостимулятора. Различают четыре механизма развития диастолической дисфункции. Медленная или неполная релаксация, это снижение скорости наполнения левого желудочка из-за повышенного давления наполнения, измененная эластичность, вызывающая жесткость миокарда, перикардиальная конструкция, вызывающая механическое ограничение наполнения левого желудочка. И согласно литературным данным, большое значение в диастолической функции желудочков имеет величина преднагрузки. То есть податливый желудочек легко заполняется кровью, что способствует адекватному растяжению и последующему сокращению мышечных волокон по всем известному закону франкостарминга. А вот жесткий желудочек, он не в состоянии принять необходимый объем крови. И для того, чтобы достичь растяжения мышечных волокон и обеспечить необходимую преднагрузку, требуется повышенное давление наполнения. И в результате увеличивается конечное диастолическое давление в желудочке, что способствует сохранению до поры до времени нормальной величины конечного диастолического объема и сердечного выгнуса. И следствием нарушения растяжимости миокарда желудочка является также компенсаторное повышение контрактильности предсердий, которое интенсивно выбрасывает в конце диастолы последний объем крови, заполняющий желудочек. И увеличиваем преднагрузку и сохраняя нормальный ударный объем и сердечный выброс. Увеличение, соответственно, возврата, ишемия и гипертрофия левого желудочка является довольно распространенными причинами нарушения релаксации левого желудочка. Фиброз и рвцовые изменения миокарда являются общим механизмом для снижения компланса желудочков и повышения давления наполнения. Диастола, она включает четыре подфазы. Изоболимическое расслабление, раннее быстрое наполнение желудочков, которые соответствуют на доплерограмме ПИКУ-Е, диастазис – это медленное наполнение, так называемая волна Л, и позднее диастолическое наполнение левого желудочка при сокращении левого предсердия – это ПИК-А. После закрытия аортального кнопана происходит изоболимическое расслабление и быстрое падение давления в левом желудочке без изменения его объема. Поскольку давление в левом желудочке опускается ниже давления в левом предсердии, метральный клапан открывается, что означает окончание изоболимического расслабления и началом аоксотонического расслабления. Аоксотоническое расслабление тоже состоит из трех подфаз. Это раннее быстрое наполнение левого желудочка, диастазиса и сокращение левого предсердия. Раннее быстрое наполнение левого желудочка происходит в результате наличия градиента давления в левом предсердии, между левым предсердием и левым желудочком. При этом скорость кровотока тоже зависит от различных параметров, включая как эластичность левого желудочка, давление в его полости и степень его расслабления. Кровь далее поступает в левый желудочек, но уже медленнее, по мере роста давления в левом желудочке. Когда в середине диастаза давление в левом предсердии и в левом желудочке уравнивается, наступает фаза диастазиса, при котором поток через метральный клапан отсутствует или минимален. И дальнейшее наполнение происходит только при снижении эластичности левого желудочка и очень высоком давлении в левом предсердии. В конце диастаза левое предсердие сокращается, давление в нем повышается и происходит выброс остаточной крови из левого предсердия в левое желудочко, что означает конец диастаза. Когда давление в левом желудочке становится выше, давление в левом предсердии, в левом желудочке, давление в левом желудочке.